МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24-этажный жилой комплекс в Дзержинском районе Волгограда должен был принять своих жителей еще в 2016 году. Однако за год до предполагаемого окончания строительства застройщик свернул все работы и исчез деньгами дольщиков. 125 семей остались в буквальном смысле без крыши над головой. Ситуация усугублялась еще и тем, что застройщик распродал квартиры на двух дополнительных этажах, которых даже не было в проекте. К решению проблемы долгостроя подключилась администрация Волгоградской области. Вопрос был первоочередной и стоит. Это полностью обеспечить всех участников дольного строительства законным жильем. И, конечно, вторая составляющая – это вопросы, связанные с инфраструктурой. И прежде всего, это, конечно, подъездные пути, дороги, ну и вопросы благоустройства. В ходе визита на уже законченный объект губернатор подчеркнул, что здесь появится полноценная подъездная дорога. Она свяжет новый микрорайон с основными магистралями города. Строительство проблемного дома на сегодняшний день завершено в полном объеме. Те задачи, которые мы перед собой ставили, и о чем мы работали с людьми, и о чем мы разговаривали с людьми, задачу мы выполнили. Сдан дом в полном объеме. Все участники дольного строительства обеспечены жильем непосредственно. Хотя, повторюсь, еще в этом доме проблем, конечно, очень много было. Связано, прежде всего, с жульничным и обманом застройщиков. Но эти проблемы мы тоже решили. Напомним, в Волгограде ведется активная работа по размораживанию долгостроев. В числе основных механизмов – выделение субсидий из областного бюджета, предоставление земельных участков в аренду без торгов и другие меры поддержки добросовестных застройщиков. С 2014 года удалось решить квартирный вопрос более 9 тысяч дольщиков. До конца 2023 года планируется восстановить права еще более тысячи человек, оказавшихся в подобной ситуации. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Еще зимой этого года в России вступил в силу закон о сохранении прожиточного минимума должников с небольшим размером доходов. Таким образом, от удержания части средств и зарплаты, пенсии и других денежных пособий, не превышающих тот самый минимум, гражданина защитит принятый закон. Если доход не превышает прожиточный минимум, то удержания с его счета и вовсе запрещены. Направить заявление о сохранении средств можно через сайт госуслуги или обратиться лично в районное отделение службы судебных приставов. В заявлении необходимо указать реквизиты документов удостоверяющего личность, номер телефона, место жительства или пребывания. Также необходимо указать один банковский счет, на который поступают данные денежные средства. В соответствии с чем судебный пристав выносит постановление о сохранении денежных средств в размере прожиточного минимума и направляет его по месту получения дохода, либо в кредитную организацию для дальнейшего исполнения. С 1 февраля 2022 года в Волгоградской области уже более 3000 должников подали заявление о сохранении заработной платы и иных доходов. Свыше 1300 таких заявлений судебные приставы уже удовлетворили. Сергей Иванов узнал о новом законопроекте и средств массовой информации и записался на прием, направив письмо по электронной почте. Я обратился к судебному приставу исполнительному, в данном случае к беседе Ирины Сергеевны, с заявлением о том, что не могу по постановлению выплачивать денежные средства, поскольку мой источник доходов ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Но есть в законе и некоторые исключения. Также есть категории исполнительных производств, на которые не распространяется право написать заявление о сохранении прожиточного минимума. Это такие исполнительные производства, как обзискание алиментных платежей, о возмещении вреда здоровью, о возмещении вреда по телекормильца и о возмещении вреда причиненного преступлением. Разнообразие и эмоциональность музыкальных ритмов. Яркий национальный колорит, художественный вкус, артистизм и мастерство исполнителей. Все это неизменные составляющие выступлений государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Большой красочный букет из вокальных и хореографических номеров заслуженный коллектив подарил камышанам 10 апреля со сцены Дворца культуры «Текстильщик». Открой, открой мне тайну твоим приветственным домом. Я полюбил печальный твой предоседний жук. В наш город ансамбль «Донбасс» приехал в рамках всероссийского гастрольно-концертного тура, который стартовал 15 марта. От имени всех камышан гостей приветствовал председатель городской думы. Владимир Пономарёв отметил, что принимать артистов из Донецка – большая честь. И выразил уверенность, что коллектив увезёт из камыша на самые тёплые воспоминания. «Нас связывают давнишние узы дружбы, культуры, традиции, образ жизни. Мы все граждане одной великой страны. Поэтому сегодня на этой сцене я рад приветствовать наших гостей. Уверен, что сегодня в этом зале будет тёплый радушный приём. Город Камышин всегда ждёт вас». Творческий коллектив, отмечающий в этом году своё 85-летие – своеобразная визитная карточка Донецкой Народной Республики, её поющая душа. Ансамбль «Донбасс» – это не просто коллектив единомышленников. Это семья с богатейшей историей и глубокими традициями. За плечами ансамбля несколько поколений артистов, гастроли по всему миру, множество премий и наград. Но дороже всех титулов для донбассовцев – это искренняя любовь зрителя, завоёванная профессионализмом и самобытным характером. «Своим, наверное, каким-то особым почерком, духом. Вообще должно быть так. Каждый ансамбль должен быть не похож на другой. Правильно? Я думаю, что да, у нас особый шахтёрский характер». Заслуженная артистка Украины Виктория Струкова солирует в ансамбле с 1999 года. Её сильный, красивый голос широкого диапазона по праву считается золотым голосом Донбасса. В её репертуаре русские народные, казачьи и патриотические песни. Романсы – песни военных лет, композиции современных авторов. Особое место в репертуаре занимает знаменитая «Молитва за Донбасс». Песня «Молитва за Донбасс» «Не возвращайте на Донбасс войну. Не возвращайте на Донбасс войну». Буквально на одном дыхании прошёл концерт, как для публики, так и для артистов. Выступления вокалистов сменяли хореографические постановки. И что ни танец, то целый небольшой спектакль. С красочными костюмами, отточенными движениями, динамизмом и головокружительными трюками. «Мы шахтёры», «Донецкие парни», «Моряки Азовской флотилии». Камышан покорили яркие номера из золотого фонда ансамбля, по которым его знают во всём мире. Во время «Калинки» на сцене даже появился анимированный персонаж, который шутя пугал девушек, а потом вместе с ними отплясывал. «Понравились все, без исключения, и как танцевали, и как пели. Просто зарядились таким позитивом. Просто вот у меня до сих пор сердце стучит от положительных эмоций. У меня дочь тоже занимается вокалом. Было очень приятно послушать настоящие голоса, посмотреть на прекрасную хореографию. Мы в восторге. Просто спасибо большое за концерт». Концерт ансамбля «Донбасс» и весь гастрольный тур прославленного коллектива организован Росконцертом и проходит при поддержке Министерства культуры России, а также правительства Донецкой Народной Республики. «Посылки» «Посылки» Александр Маяков, Аэк Симонян, Сергей Пехтелев, Камышин ТВ. Жители посёлка Уральский столкнулись с проблемой, которая буквально отравляет им жизнь. Контейнерная площадка превратилась в горы мусора из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей компании по вывозу мусора. Мусор из баков, по сообщению жителей, вывозится редко. Из-за этого регулярно баки остаются переполненными. Из-за отсутствия альтернативы жителям приходится оставлять мешки с мусором рядом с контейнерами. Соответственно, место превратилось в натуральную свалку, которая не только портит внешний вид города, но и источает неприятный запах, наносящий определенный вред экологии. Эта проблема игнорируется региональным операторам по вывозу твердых бытовых отходов. Проблема усугубляется с каждым днем. Вывоз мусора выполняется после непосредственного требования от администрации. Это является обязанностью регионального оператора, так как он собирает деньги с граждан, но игнорирует выполнение своей работы надлежащим образом. Подобная халатность со стороны компании может привести к катастрофическим последствиям. Волжане считают, что контролирующие органы должны обратить внимание на ситуацию. День единых действий волжан 16 апреля в 10 утра в Волжском начнется общегородская акция «День единых действий волжан». Жители наведут чистоту и порядок на территории города, на организованных площадках в общественных округах, а также во дворах, парках и скверах. Также местные жители уберут мусор на территории, соберут прошлогоднюю листву и сухие ветки, окопают деревья, поберят стволы зеленых насаждений. Запланирована также масштабная высадка молодых деревьев и кустарников, новых цветов в кулумбах. В Волгоградской области прошел третий этап всероссийских учений, в рамках которого региональные службы экстренного реагирования отработали алгоритм действий при тушении крупного природного пожара. Согласно легенде, возгорание произошло на открытом участке вблизи поселка Вторая Пятилетка, недалеко от Краснослободска. Огонь распространился на площадь около пяти гектаров, создавая угрозу населенным пунктам и лесным насаждениям. К практическим мероприятиям на третьем этапе командно-штабного учения привлечено 367 человек личного состава, 97 единиц техники, две беспилотные авиационные системы. Личный состав с поставленной задачей справился, условный очаг пожара ликвидирован в кратчайшие сроки. В ходе ликвидации условного возгорания были отработаны не только действия сотрудников МЧС при тушении ландшафтного пожара, но и взаимодействия всех сил и средств, в том числе и органов местного самоуправления. Напомним, подобные учения всегда проводятся в несколько этапов на всей территории России. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Автомобильные кражи раскрыли оперативники в Тракторзаводском районе. Ночью неизвестный похитил из двух отечественных автомобилей аккумуляторные батареи. По подозрению в совершении преступлений сотрудниками полиции был задержан 48-летний ранее судимый житель Тракторзаводского района. Похищенное изъято. За совершенную кражу подозреваемому может грозить до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям. В Котельниковском районе инспектор-кинолог вместе с коллегами задержал автоугонщика. Полицейские заметили автомашину Нива, схожую с полученной ориентировкой об угоне. Водитель отечественного внедорожника проследовал мимо поста ДПС, проигнорировав требования полицейских об остановке. В ходе преследования автомашины, создающей опасность жизни и здоровью окружающих, инспектор-кинолог произвела из стабельного оружия предупредительный выстрел, а затем и два прицельных выстрела по колесам автомашины. Автоугонщик был задержан. Им оказался 33-летний житель Волгограда, не имеющий водительского удостоверения. Водитель арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее совершенную кражу раскрыли волгоградские оперативники. За кражу 187 тысяч рублей с банковской карты 60-летней пенсионерки полицейские задержали 26-летнего волгоградца. Установлено, что подозреваемый похитил у женщины сим-карту, после чего, используя мобильное банковское приложение, перевел на несколько расчетных счетов денежные средства. В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что деньги тратил на алкоголь и продукты. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и возбуждено уголовное дело. Волго-Ахтубинская пойма «Жемчужина» Волгоградской области. Но вместе с тем этот природный парк больше остальных заповедников пострадал от деятельности человека. Одновременно с работами по восстановлению экологического баланса здесь ведется развитие качественно новых видов туризма, которые позволяют сохранить уникальную красоту местной природы. Если ранее был туризм у нас представлен стихийными какими-то моментами, туристическими базами, то с момента создания парка весь туризм стал приобретать организованный такой экологический оттенок. И настоящий прорыв, наверное, мы все-таки получили в 2018 году, когда мы начали открывать зеленые стоянки. И с тех пор мы начали понимать, что к нам приходят в год уже не сотни туристов, а уже тысячи. Среди новых инициатив, реализуемых здесь, проект создания так называемого глэмпинга. Место отдыха, оборудованного минимальной инфраструктурой, необходимой для короткого проживания туристов. Изюминкой проекта станут водные сплавы на байдарках. Мы были включены в государственную программу по развитию туризма в прошлом году. И, соответственно, наш проект теперь в государственной программе. Это дает, во-первых, достаточно большие преимущества нам, потому что туристический поток нам удается больше привлечь в регион, в пойму, ну и вообще развивать тему экотуризма. Основная задача специалистов – организовать работу с наименьшей нагрузкой на экосистему Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, активно будет проводиться экологическое просвещение. Территория будет осваиваться без антропогенной нагрузки. Будет проведен анализ, изучено количество людей, которые могут одновременно посещать данное место для того, чтобы не страдала территория. Конечно, очень большой плюс у данного конкретного места в том, что все-таки это не турбаза. На сегодняшний день развитие экологического туризма – одна из приоритетных задач региона. В семи природных парках Волгоградской области уже действует более 60 специальных маршрутов. В одной только Волго-Ахтубинской пойме в составе туристических групп в прошлом году побывали почти 23 тысячи человек. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». В России 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия. В рамках экспозиции «Земля твоя и моя» в областном краеведческом музее открылась выставка «Перекрёсток религии». Мы решили показать все наши религии, которые существуют, сосуществуют на территории нашего края. Юдаизм, буддизм, ислам, христианство, в том числе православие, литеранство, католичество и армянская апостольская церковь. Все эти конфессии дали материал для нашей выставки. И мы делали это так, как надо делать по-музейному. То есть, почему мы первых показали иудеев, да? Почему людоизм? Потому что хазарский канат был самой ранней на территории нашего края. То есть, так оно и идёт. Сначала иудаизм, буддизм, потом ислам, золотая орда. Основная цель выставки – показать единение народов разных национальностей и сохранение культурно-исторического наследия Волгоградской области. Мы живём в многонациональном крае, в многоконфессиональном регионе. И всегда на протяжении нескольких столетий здесь были добрососедские отношения. Добрососедские отношения между людьми разных верований, разных культур и разных сословий. Другое название у этой выставки могло быть «Рассказ о родном доме». Представители разных конфессий единогласны в том, что такие выставки способны ещё больше объединять людей. Важно быть открытым к своему соседу и знать об особенностях его культуры. Сегодня, особенно с огромным взаимопроникновением языков, культур, бизнесов, чего угодно хотите, в нашей жизни сегодня действительно, мы не можем быть в изоляции. И я сегодня говорила о том, что вот у меня есть ранка на одном пальчике, но больно-то всей руке. Поэтому сегодня это грамотно, правильно, что мы знаем, встречаемся, изучаем, слушаем о особенностях друг друга, о тех, кто рядом с нами. И мы прекращаем опасаться, бояться, быть несколько закрытыми. Когда мы знаем о своём соседе, это добавляет добрососедство. На территории нашего региона проживают порядка 140 народностей. И на протяжении всего времени мы все живём в мире и согласии на Волгоградской земле. Выставка, она очень важна, поскольку способствует объединению российского народа, независимо от нашей веры, от нашей принадлежности к какой-то религии или же к верованию. И очень хорошо сплачивает людей, потому что мы узнаём друг об друге. И когда мы узнаём, мы находим много общего на самом деле, то, что нас объединяет и вера в единого Бога. Гости экспозиции могут познакомиться с редкими экспонатами, представленными разными конфессиями региона. Узнать новое из истории родного края. Валентина Конышева, Светлана Болдырева, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». И если мы её будем сравнивать с другими еврейскими общинами. Спонсор показа новостей – выставка рыбных деликатесов в Доме офицеров. Волгоград, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорыбеца – всё от производителя. С 11 по 16 апреля. Дом офицеров на Ленина 31. Дом офицеров на Ленина 31. А также несколько тысяч рогов-сайгаков. Уже месяц интернациональная команда проживает в известном приюте для животных. Львы, как вы видите, уже подросли значительно, поправились, освоились. Играются с сотрудниками приюта, очень любят нашего кинолога, и он их очень любит. И главное, что у них уже происходит такое взаимопонимание. Они узнают своих, знают сотрудников, которые их кормят. И, собственно, уже отвечают любовью. Главные обитатели приюта – это собаки. А вот прокормить таких необычных постояльцев – задача не из простых. Львята растут не по дням, а по часам. Рацион постепенно видоизменяется. Кормим зверят мы всем миром. Сегодня при помощи неравнодушных граждан организовали им доставку суточных цыплят, что им крайне необходимо для получения витаминов и необходимых микроэлементов. Обработали их от паразитов, потому что уже сезон начинается. И, собственно, также продолжаем принимать помощь неравнодушных граждан. Мясо, говядина, курица, грудка и, собственно, молоко, козье, яйца домашние. Волгоградцев интересует вопрос, подходят ли львам условия в приюте, насколько они освоились на нашей земле. Сотрудники приюта всегда на связи со специалистами-ветеринарами, которые имеют большой опыт работы с дикими кошками. За состоянием Волги Дона, так зовут маленьких львят, следит руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Далакян. Те львята, которые сейчас находятся в Волгоградском приюте Дино, у них условия содержания идеальные, отличные. Если возникает вопрос о содержании, о кормлении, всегда на связи, спрашиваются, консультируются. Мы видим развитие правильное у этих львят. Хорошо они прошли весь карантин, полностью с ним все в порядке. Здоровые маленькие детки, которые растут и растут очень быстро. Другие не менее важные заморские обитатели приюта – голубь, мартышка и пума – тоже чувствуют себя хорошо. У канадской пумы появился хороший аппетит, она привыкла к сотрудникам, кто ее кормит. Следствие по уголовному делу Кондробанде с животными продолжается. Звери находятся на ответственном хранении. Дальнейшую судьбу решат компетентные органы. Валентина Конышева, телеканал «Волгоград-1». Подробный прогноз погоды представляет сеть ветеринарных клиник и аптек доктора Челковой. Наши цели – сохранение качества жизни и полное восстановление здоровья каждого пациента. Здоровый питомец – счастливый владелец. Спонсор прогноза погоды – клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». Технологии нового поколения для здоровья и красоты ваших ног. Внимание начинающих ветеринарных врачей и студентов. Хотите повысить квалификацию? Получить новые знания и дополнительную специализацию? Учебный центр доктора Челковой приглашает на курс подготовки младшего персонала. Занятия ведут врачи сети клиник. Оксана Шумова, Вероника Никитина, Мария Бирюкова. С 21 по 27 апреля. Запись по телефону 504-004. По окончании курса выдается документ государственного образца. Варикоз – это прогрессирующее заболевание с опасными осложнениями в виде язв и тромбов. Удаление варикоза без разрезов и наркоза всего за 40 минут. В клинике «Варикоза.нет». Звони 96 85 85. Сегодня ночью и завтра днем по области в Волгограде облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 11. Днем до 19 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова